На этом уроке мы поговорим об относительном местомении ма аль-Маусулит. Во-вторых, о состояниях на месте Паджа Раф и Миниттин у Паджа в махалле Рафин, на месте Паджа Насб и Миниттин у Паджа в махалле Насбин и на месте Паджа Джар Радиттин у Паджа в махалле Джарин. Начнём с примеров для Паджа Раф, имениттин у Паджа. Например, айт Флемма Джа Ахмма Арафу Кафаруби, а когда к ним пришло то, что они узнали, они проявили неверие в него. В этом примере ма у нас ма аль-Маусулит или ма аль-Маусулит относительными с именем ма, является фаалем, действующим лицом глагола Джа, как известно, фаалеморфуан, фааль должен быть в состоянии Раф, имениттин у Паджа. Однако мы знаем, что аль-Асма аль-Маусулиту Мабниеттин относительные местомения – это слова с неизменяемым окончанием. Поэтому мы здесь говорим, что аль-Ма это Исмун Маусулин – относительное местомение. Мабниу аль-Сукуни с неизменяемым окончанием с постоянным неизменным сукуном на конце. Фимахалли Рафин – на месте Паджа Раф, имениттин у Паджа. Фаалю ль-Фаали – действующее лицо глагола Джа. Однако, как мы знаем, ля-Будда лилисми 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 ль-Маусуль мин сылетин у Айдин. У относительного местомения должно быть сылетин, то есть предаточное предложение, предаток, который вносит в него ясность, разъясняет его. А также должно быть возвратное местомение Айдин, которое связывает предаточные предложения с относительным местомением. Предаточное предложение в этом примере – это предложение Арафу, состоящее из глагола Арафа и во фаале действующего лица местомения Вау. И как известно, предаточное предложение не имеет места в падеже. Поэтому мы здесь скажем про предложение Арафу ля-Махаля-Ла-Хаминал-Ираби, что предложение Арафу, являющееся предатком для относительного местомения Ма, что это предложение не имеет места в падеже. Однако, где же возвратное местомение Айн-Аддамир-Уль-Айду? Возвратное местомение к относительному местомению Ма здесь удалено, является скрытым, подразумеваемым. Аддамир-Уль-Айду и ля-Лисмил-Маусулю хуна махзуфун мукаддарун. Основа была Арафу, т.е. Ма Арафу. Фа-Ла-Айду хуна ху Аддамир-Уль-Ха. Таким образом, возвратным местомением здесь является удаленное местомение Аль-Ха. Которое является прямым дополнением для глагола Арафа. Другой пример. Ему одному, т.е. Аллаху, принадлежит то, что на небесах и то, что на земле. Так, ма в этом аяте относительно местомение Исмун-Маусулин, мабнио али сакуни с неизменемым окончанием, с неизменным сакуном на конце. Фи махаля Араф на месте паджа Араф именительного паджа. Мумптадан-Муахуран, подлежащие, поставленные после своего сказуемого. А его сказуемое, хабруха, это лахва аль-джару аль-маджруру, предлог родителям паджа АЛАМ и находящиеся посредством него на месте паджа Аджар местомение Аль-Ха. Это у нас хабрун-мукаддам Аль-джару аль-маджруру, хабрун-мукаддам, поставленное перед своим подлежащим, сказуемое. По такдиму ма мин хақи хитта ахиру юфиду аль-хасра. Постановка сказуемого, которая в обычном порядке проходит после подлежащего, постановка его перед подлежащим указывает на ограничение. То есть, получается, лиллях вахдуху ла ла гайрихи ма фи сама ватву ма фи ла арду. То есть, одному только Аллаху и никому больше принадлежит то, что на небесах и на земле. И так далее. Значит, в этом предложении у нас маэта Исман Маусуллин относительно месмене фи махалли рафын на месте поджаров имениттину паджа. Другой пример. Угаррахым фи единихим макану яфтарун. И обманул их в их религии то, что они измышляли, придумывали. В этом аяте маэта у нас Исман Маусуллин относительно месмене мабниу аля сукуни с неизменяемым окончайным сукуном на конце. Фи махалли рафын на месте поджаров имениттину паджа. Фааль иль-фааль. Фааль. Действующее лицо. Субъект действия данного глагола. Глагола гарра. Обмануло что? Маза гаррохм. Гаррохм майя второн. Их обмануло то, что они измышляли. Значит, маэта иль-фааль. Действующее лицо. Исман Маусуллин относительно месмене. А как мы знаем, ля буддалилис мил маусулли мин салятин ва айдан яуду. У относительного месменя обязательно должно быть предаточное предложение. Предаток и возвратное месмене, которое связывает предаточное месмене, предаточное предложение с месменем. То есть предаточное предложение и это месмене. К саляту маусулли ухуна. Предатком относительного месменя в этом предложении является аль-джумляту-ль-фаалиту каану-яфтарун. Глагольное предложение каану-яфтарун. То есть каану-муфтарина. Который состоит из кана-на-кысати. Недостаточного глагола кана. И ва-смихи ва-хабри. И ва-исма и хабра. Ва-ля айду хуа. Ва-ля айду хуа. Ад-дамир-махзуф. А возвратное месмене это удаленное месмене. То есть аль-ваку мафулам бихилил-фаал-яфтаруна. Который является прямым дополнением к глаголу-яфтаруна-ху. То есть основа у нас была макану-яфтаруна-ху. Аллаху аалам. Продолжим на следующем уроке.